Пенсионный фонд РФ Взаимодействие с работодателями, платильщиками страховых взносов и так далее. О деятельности Пенсионного фонда РФ по Хасертовскому району нам рассказал начальник отделения Хизбула Хизбулаев. У нас много отделов в Пенсионном фонде, которые занимаются непосредственно своей частью работы. Это отдел администрирования страховых взносов, отдел назначения пенсии, отдел оценки, где управительная работа ведется, особенно с пенсионерами, где заранее вызывают пенсионеров, оповещают, чтобы они обратились к нам, просмотрели их документы, подготовили, чтобы в дальнейшем при назначении пенсии никакими проблемами они не сталкивались. Есть еще отделы Пенсионного фонда РФ, где загружаются отчеты, издаются отчеты бухгалтерями, начнем по организациям. 20 мая мы уже начали принимать заявление на единовременную выплату по материнскому капиталу 20 тысяч рублей. Возьмите 20 тысяч рублей. И люди уже приходят, обращаются, матеря, кто обналичил сертификаты, кто использовал их, если на счетах у них остались средства. И те люди, которые еще не использовали свой материнский капитал, но имеют их, они обращаются, принимают заявление, подсказывают в этом тоже. И уже ведется эта работа, да, с 20 мая мы принимаем, уже будет выплата. Она будет длиться до 31 марта 2016 года. Мы ведем прием документов, то есть прием заявлений о предоставлении единовременной выплаты за счет материнского капитала. Что это значит? Это значит, можно наличными получить 20 тысяч. Но следует иметь в виду, что эта сумма вычитается из средств сертификата. По сегодняшний день мы приняли порядка 600 заявлений. Сроки, что касается сроков, те, кто уже приобрел право на получение сертификата, могут обратиться по 31 декабря включительно этого года. А те, у кого право возникнет с 1 октября по 31 декабря этого года, они должны будут получить сертификат и обратиться с 1 января следующего года по 31 марта. Ежедневно в отделении пенсионного фонда обращаются несколько десятков человек. И среди них люди преклонного возраста. Сложно ли вам вести диалог с ними? Честно говоря, людей очень много обращается. Как пенсионный фонд и люди ходят. Несмотря на то, что они приезжают с района, бывает очень много людей. И стараюсь принять всех. И ребятам внизу на проходной охране сказал, если есть люди, так и преклонного возраста, которые ждут возраста, обязательно, чтобы они правильно провели их. Ко мне, несмотря на то, что занят я, не занят рабочее время. И я после работы остаюсь на работе. Если в течение дня не успеваю, пока приемом занимаюсь, определенного приема тоже я не выделил себе определенный день. Хочу каждый день их принимать. Взрослые люди приезжают в сел, хочется навстречу им, пойти где-то, выслушат их. Никакой сложности, я скажу так, со своей стороны не вижу я. Ну, естественно, с людьми общий язык находить приходится. Ну, наверное, не секретно для кого, чтобы не новичок. Да. И работал я, да, и специалистом работал я в отделе назначения, когда курировал село. То есть начинали снизу? Да, начинал снизу. Около трех лет я был специалистом. И много людей, видел людей, разные люди у нас. То есть опыт общения с ними есть? Да, опыт общения есть с ними. И всегда старался находить компромисс. Даже если вот село, кстати, да, можно там и у людей спросить. Многие люди со мной сталкивались, я не хочу сам себя хвалить. Но с людьми вообще находить мне всегда давалось легко. У вас большой и сложенный коллектив. Это и молодые специалисты, и профессионалы с большим опытом работы. Расскажите немного о них. Конечно, отметить я хотел бы всех такой состав. Немного скажу я о своем коллективе. Сегодня, которая работа проводится, вот за последние полгода есть изменения. И я вижу, и со стороны, наверное, видите, что некоторые изменения произошли по приему граждан, где мы там стараемся, чтобы люди большую часть времени занимали в очередях, быстренько получали ответ. Условия создали. Да, условия создали, мы потом пройдем с вами посмотрим. И, естественно, эта задача поставлена перед нами Сагид Магомедовичем Муртузалиевым, нашим управляющим по республике Тагестан. И я ее на месте исполняю. Естественно, без команды, без команды своей, никогда никакие планы реализовать, можно сказать, невозможно. Сегодня этот коллектив, с которым я работаю, отметит хочу всех. Что коллектив такой отзывчивый, пошли, это самое, как его, навстречу, можно сказать, мне. Я первый день, когда стал начальником, собрал всех и обратился к ним. Я говорю, что мне нужна поддержка, в первую очередь, ваша, потому что без вашей поддержки я работать не смогу. Поэтому только с вашей поддержкой я смогу каких-то результатов добиться, и это будет общая наша оценка. Поэтому и в этом году у нас юбилей, 25 лет пенсионного фонда, поэтому по итогам каждого года у нас бывают соревнования территориальных управлений, где определяются места призовые, первые три места награждаются. И поэтому мы полностью вместе с коллективом поставили себе задачу хотя бы в тройку, но я говорю, мы лидеры. Мы работаем все с людьми и стараемся каждого эту проблему через себя пропустить, через сердце. Не так мимо ушей. И поэтому у нас задача поставлена в этом году в лидеры выйти, поэтому коллектив мой такой, да, вот все вместе как единое целое, отзывчивый. Есть и, конечно, и старые работники, которые, конечно, большую часть, наверное, своей жизни отдали пенсионному фонду. Но они делятся опытом. Да, они делятся опытом. Это, конечно, я не могу его не отметить. Мусай Мампашаевич, Чергизбиев заместитель, который долгое время работает в пенсионном фонде. И был, как сказать, больше сталкивался с разными категориями людей, с разными проблемами. Уже когда бывают какие-то вопросы, да, по ходу обращения, вопросы, я уже с ним советуюсь. Он мне всегда помогает. И советом поможет. И где-то в личных моментах. Я вижу поддержку с его стороны, так, заместителя. Он мне первый заместитель. Потом и Эльмира Юсуповна Кунагбиева тоже, который курирует клиентскую службу. И отдел назначения. С ее стороны тоже поддержка. Тоже немалые годы своей жизни отдал этой работе. Тоже работает хорошо. И еще не могу не сказать, конечно, про нашего золотого человека. Так мы называем все единогласные. Это наша Анжела, заместитель начальника отдела назначения, который тоже, слушай, уже 15 лет работает в пенсионном фонде. И выходные, и отпуск. Этого человека всегда можно застать на этом рабочем месте. Который, конечно, заслуживает похвалы. И всегда внимания. Это человек, без которого, я думаю, нам будет очень тяжело работать. Поэтому я желаю ему всегда успехов. Вот о ней тоже хотелось бы сказать. Несмотря на молодость, Хизбулла Камилович легко находит общий язык с людьми разных возрастов. На руководящем посту он уже 6 месяцев. И за это время уже заслужил любовь и уважение коллектива. Нам бы очень хотелось узнать ваше мнение о нем, как о руководителе. Строгий ли он, может быть, где-то жесткий, амбициозный. Вот как у нас? Хизбулла Камилович у нас очень строгий, требовательный. Но в то же время с ним очень легко найти общий язык. Он уйдет всем навстречу, на любую просьбу. Он никогда не остается равнодушным. И по работе у него. Самое главное, чтобы все было, как должно быть. Конечно, он работал с нами специалистом, работал с заместителем начальника управления. Конечно, строгий. Иначе нельзя просто. Столько людей, коллектив большой достаточно. Есть взрослые, есть по-моему, уже каждому какой-то индивидуальный подход. Без строгости в любом случае нельзя. А так, я что могу сказать? Энергичный достаточно, инициативный. И, как я вижу, достаточно перспективный руководитель. Быть руководителем мечтают многие люди. Власть, достаток, уважение и привилегии манят многих. Однако, не каждый человек может быть лидером. Быть управлянцем значит брать на себя очень большое ответственность за коллектив, за процесс производства. Ненормируемый рабочий день и работы в выходные и праздники – явления частые. Как руководитель наш, непосредственно, Хезблак Камилович, отзывчивый, добродушный. В любое время, помимо работы и так, помогает непосредственно сам, после совещания или чего, в течение рабочего дня, спускается в клиентскую службу, в фойе. То есть, с ним нужно общаться, и он идет на контакт? Да, на контакте, даже непосредственно, буквально полчаса назад, я его видел в этом фойе, где непосредственно прием граждан ведется. И людей спрашивают непосредственно, какие жалобы, что общается непосредственно с людьми. И какие-то, если людей что-то не устраивает, непосредственно он, как бы, уже непосредственно в клиентскую службу, начальнику заходит, и говорят, у людей вот такие просьбы, непосредственно, чтобы было людям удобно. То есть, в критике он прислушивается, да? Можно сказать, бывают такие моменты, когда непосредственно наплыв людей, иногда бывает, что у меня, ну, как бы, просят, говорят, чтобы целый день люди не простаивали, пойди посмотри, допустим, чтобы я посмотрел документы непосредственно и дал консультацию. Там бывают моменты, что справки не хватает или что-то не хватает, чтобы они целый день не простаивали, и потом, чтобы их отсюда же обратно за этими справками отправляли, выхожу, приглашаю к себе сюда, консультирую, если уже документы все в порядке, набиваю и в порядке очереди, они берут талоны и непосредственно заходят. Ну, облегчаем людям, чтобы... То есть у вас в коллективе работа слажена? Да, очень сложно. Вот на счет этого, что он непосредственно, наш начальник из Блака Милович, очень контролирует. В отделении ПФ недавно был завершен капитальный ремонт. Здесь установлено современное оборудование и мебель, созданы комфортные условия для посетителей. Здравствуйте. Как зовут вас и откуда вы приехали? По какому вопросу? По какому вопросу вы приехали? Матерь, брата. Матерь, брата, недополученная пенсия, пособие на погребение. Пересчет месяц. Ну вот скажите, здесь, конечно же, проведен ремонт, созданы все условия. А вы довольны качеством обслуживания? Конечно, очень хорошо, очень приятно, прохладно, служит хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Огромную поддержку молодому руководителю оказывает руководство Республиканского пенсионного фонда и глава района Жамбулат Шапевич Салау. Конечно, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить администрацию Хасаевского района в лице Жамбулат Шапевич Салау, который поддерживает меня. И, как я до этого говорил, в такие ранние годы стал начальником одного из крупных районов пенсионного фонда. Конечно, сложно бывает, нужно где-то и совет, где-то и правильно направить. И для этого всего я всегда могу обратиться к этому человеку, который сядет со мной и объяснит мне, что как, который больше видел на своем жизненном пути и всегда подсказывает, поможет мне, объяснит, научит. И я хотел бы особенную благодарность ему выразить тоже, этому человеку, который всегда со мной на связи, всегда поддерживает меня. И наши коллеги благодарны, где помимо нерабочих моментов тоже, где они нас поддерживают. И также его заместитель Мурат Хачгиревич Хазриев тоже где-то советом мы можем посидеть, зачастую, включая, тоже поддерживает, объяснит где-то, опытом делится своим. И, конечно, хотел бы еще и поблагодарить управляющего Сагид Магомедовича Мутазалиева за то, что дал этот самый шанс и себя реализовать как-то в этом направлении и показать, могу ли я справиться с этой работой. И при поддержке таких людей, конечно, как Джан Блашапеевич и Сагид Магомедович, чуть-чуть мне и легко работать, на самом деле. Где-то совет, где-то что-то, когда нужно, я могу к ним обратиться. И большая, конечно, благодарность от меня лично им, этим людям. Спасибо.